Сегодня у нас в гостях театральный режиссер Максим Галенко. Добрый день. Хотим вас поздравить с роскошной премьерой «Амадеус». Расскажите, почему вы взяли именно это произведение и чем зацепила история вас? Давайте по порядку. Ну, смотрите, я пришел к директору театра «Перетта» Богдану Струтинскому. По-моему, у меня было 7 наименований. Одно из них – «Амадеус». Я его так разложил. Но он выбрал по каким-то причинам, может быть, потому что, в принципе, такого материала не было. Что заинтересовало это, что это драматическая история с оперными вставками. Что-то из того, что предлагалось, возможно, не зашло, потому что это лицензионные какие-то вещи. Например, конечно, хочется тебе сделать кабаре или еще что-то там. Но это невероятно дорогая история. И даже не все национальные театры эти театры. А тут как-то так сошлось. Звезды спали. Моцарт потомков не надо платить роялти. Вот, слава богу. Вот оно в чем дело. Ну, это большая проблема, кстати. Например, Брехта в Украине не ставят, потому что какие-то сумасшедшие деньги это стоит. Огромные проблемы с правами. Это не по карману украинским театрам. И вообще большинство украинских театров пытаются как-то втихую это обойти. А «Модеус» как раз эта пьеса, я всегда рассказываю, когда был молодой, веселый, много читал и накопил себе такую скрыньку из классики. Время от времени заложу туда и вспоминаю, что бы мне когда-то хотелось поставить. Ну, вот у меня там лежал когда-то «Модеус». И тут я так вспомнил, почему бы эту историю не сделать именно в музыкальном театре. Это будет интересно. Ну, и вот Богдан Дмитриевич повелся на это все. Надеюсь, что не жалеет. Так появился «Модеус». Мы именно для этого спектакля нашли идеального Моцарта. Это Дима Вивчарюк, с которым я уже работал. До этого я знал, что он актер уникальный. Это один из лучших украинских характерных актеров. А потом уже, по ходу, мы искали Сальери, человека, который это вытянет. И вот так возник Марк Дробот. И я думаю, что у них просто прекрасный дуэт состоялся. Хороший у вас кастинг был. Да, ничего. Так какой там кастинг? Понятно, как его брать. А вообще был кастинг? Кто-то еще предполагался на эти роли? Я очень искал Сальери. Я понимал, что в Украине 3-4 человека могут сыграть. Потому что я вообще не понимаю, как эта Марк вытягивает. Это просто 3 часа ты не вылаживаешься на сцене. Ты держишь эту энергию. Ты берешь этот спектакль на себя, взваливаешь. И просто тащишь его за собой. И тебе надо еще при этом получать удовольствие и радовать зал. У меня иногда ощущение, что Дробот-робот. Дробот-робот, это правда. Ему удалось это сделать. Да, какие-то нечеловеческие усилия. Мы думали, кого-то предполагали, с кем-то разговаривали. Но вот я сейчас, Люше, это именно Марк сделал. Мне кажется, это абсолютная его роль. Очень часто эту роль играют возрастные актеры. И тогда перекашивается история. Тогда получается, что это история о молодости и старости. Типа, если есть народный артист в труппе, то вот он Сальери сыграет и какой-то молодой Моцарт прыгает. А здесь очень интересно, потому что это люди сверстники. Ты идешь по этой дороге, но просто ты выбираешь, куда тебе или туда идти, или туда. Поэтому по возрасту не сильно Моцарт и Сальери отличались. Сальери на несколько лет старше был. И поэтому немножко история поменялась. И тексты там прекрасны о том, что это ассоциативно для меня работает. Например, я очень часто переживаю из-за того, что делается с украинским театром. Почему это такой иногда тотальный симулякр. Эти спектакли, которых нет, но которые якобы есть. Зрители, которые всегда хлопают вне зависимости от того, какого качества продукт. Актеры, которые делают вид, что они работают в этих спектаклях. И что они что-то играют. И ты смотришь на это, понимаешь, что это ужасно. Но никто этого не говорит. Я называю это царство, театр симуляк. Есть какие-то правила полуфеодальные. Есть процесс какой-то сжирания. Об этом очень интересно поговорить. И как раз эта пьеса позволила. Это все как-то мы попытались очень честно вытащить. И именно в конце было про посредственность. Ну, такой посыл. Порыв был последний. Так что такое, да. Но это написано у Шефера, я же ничего не прийду. Это нам просто вовремя попала эта прекрасная пьеса. Мы воспользовались. А кто же, как ты это воспринимаешь. Это уже другая история. Ну, этот спектакль можно на нескольких уровнях. Это можно в него закапываться смыслово. Можно просто порадоваться какой-то визуальной составляющей. Можно послушать музыку. Можно посмотреть на этих актеров. Ну, а можно и копнуть. А там, оказывается, за этими фейерверками там что-то, оказывается, есть какая-то смысловая нагрузка. Но мы старались. Вы довольны конечным результатом, который получился? Это очень быстро делался спектакль. И нас, конечно, подспасло то, что очень профессиональная команда. И финансово, конечно, это огромное вложение. Это не каждый театр может в стране позволить это. Но я думаю, что каждая копейка там была видна на сцене. То есть там и костюмы Леона Левченко, и гениальный абсолютно сценограф Владимир Карашевский наконец-то хоть чуть-чуть смог хоть разгуляться где-то. И то не все вошло из того, что мы хотели. У нас было небольшое количество времени, потому что это такой модный театр. Все время площадка используется. И там буквально несколько дней у нас было собрать это все. И фактически премьера – это был второй прогон. То, что мы успели собрать. Сошлось. А вот второй спектакль я абсолютно доволен. Мне кажется, что оно все-таки сложилось. Спектакль – это детище. Всех ли вы своих детей любите одинаково? Ну, я стараюсь их любить одинаково. Есть какие-то внешние такие штуки, которые, может быть, когда ты уезжаешь, отвернулся, все, очень много любителей там открутить ножку или ручку. Там ты уехал, допустим, сделал спектакль. И ты сделал так, как считаешь нужным, чтобы эта машинка работала. А там есть, допустим, местный худрук, который уже сам не может что-то делать. Но вот как-то вот что-то им кажется, что тут недостаточно пафоса. Он так подойдет, подкрутит. Пока тебя нет, тихонечко все. Ну, это такая практика есть в украинских театрах. Сейчас уже, слава богу, побаивается такое делать. А по молодости я такое видел. И так раз там пальчик открутил. И уже детище такое немножечко уродливое. Ты приезжаешь, а что это такое? Вот и директор так, а это актура самицы. Но в Диком никто не откручивает пальчики. В Диком не откручивает пальчики. Там, естественно, свобода, все. Но там другая история, что я ответственный за проекты Дикого и как-то номинально это, конечно, звучит, но я там главный режиссер. Я как-то пытаюсь, чтобы Ярослава Кравченко директор, продюсер. А вот у меня там написано, что я главный режиссер. И поэтому какую-то ответственность я несу за то, что выходит под рамками Дикого. И Дикий — это проблемная история, на самом деле. Это в очень, опять же, короткие сроки. Надо сделать хороший продукт. Это же не государственный театр. Это все с неба не падает. То есть сцена тут дается вообще очень какие-то ограниченные. Это все стоит деньги. И поэтому там режиссер не имеет права там чесаться, курить. И все это каждый час надо уложиться. Ну, это все равно такой комбинат. И люди очень часто приходят со стороны. И очень многие могут не справиться. Если приходит там молодой режиссер, какой бы он ни был талантливый, замечательный, но ты делаешь у себя прекрасные спектакли в подвалах вообще. Ты умничка. Почаек с философскими беседами. Все это хорошо. И потом это все собирается. Здесь такой возможности нет. И иногда бывает, что не получается. С одним из спектаклей было. Так что это был грантовый спектакль. Он уже был продан. У него был уже тур. Была молодая режиссер, допустим, которая очень хотела эту тему. Мы приходим в Сирослав и понимаем вот за три дня или за сколько за неделю до премьеры, что спектакля не будет просто. И что-то приходится панически делать. Иногда люди пугаются сами, самоустраняются. Ну, это очень страшно на самом деле. Или ты делаешь там свою вторую или третью работу. И вдруг это все на тебя наваливается, вся эта махина. Иногда приходится... Я ненавижу такие моменты, именно как-то влазить и какие-то вещи дотягивать. Я пытаюсь, чтобы это всегда было минимально. Но да, иногда это бывало. Потому что есть зритель, есть продукт, за него уплачены деньги. И есть реномет театр. И оно не может быть плохим априори. Я несу ответственность где-то за тот продукт, который мы выпускаем. И не только я. Ну, и отчасти то же самое. Вот в Одессе пытаемся сейчас изо всех сил, чтобы это было все пристойно уровня. То есть, опять же, я несу ответственность за то, чтобы за людей, которых мы приглашаем, за то, чтобы процесс был комфортным, за то, чтобы этот продукт зашел зрителю. Такая миссия главного режиссера. Ну, это хорошая миссия. Я это делаю с удовольствием большим. Для меня будет постыдно, если, допустим, зритель уже настроится, что он приходит в место, где он знает, что это зрелище будет качественным, умным, что ему будет интересно, он знает, за что он заплатил свои деньги. И вдруг раз, какая-то какашка, а у нас не получилось. Ну, все. Ну, зрителю это все равно. А почему вы сняли с репертуара «Зинка сядь»? Я могу сказать. Это вот такая первая «Ласточка» была. Я была вот на прощальном этом спектакле, но мне зашло. Спектакли должны уходить. Мы пытаемся их снимать в диком, в каком-то зените, так, чтобы это было... О нем были хорошие воспоминания, не как о мертвом, унылом говне каком-то таком. Ну, то есть это не то, что он коммерчески провальный? Это не коммерческий проект «Зинка сядь». Это спектакль, который, опять же, сделан по заказу. Он выполнил свою миссию. Это первый спектакль такого плана. И потом у нас появилась серия спектаклей о проблемах, связанных с насилием. И на каком-то этапе получили уже их несколько у нас. И, естественно, это какая-то небольшая ниша, такой спектакль должен быть один. И «Зинка сядь» перестала просто играться, потому что появились более свежие, тоже по-своему хорошие. А поскольку эта история не коммерческая, это не кэцюня, это ты за свои деньги идешь себя травмировать. Это не каждому захочется. Поэтому мне кажется, что это естественно. Так же, как мы сняли когда-то «Вий-2.0», на котором начинался дикий театр, и который казался сверху успешным. Когда мы его сыграли слишком много, и нам стало трудно собирать на него зрителя, это естественно, что мы его в хорошем состоянии, но мы его списали. Где-то надо хранить декорации, контактировать с актерами. Они, допустим, заняты только в этом спектакле, частично разъехались по всей стране. У нас же проектный театр. То есть люди приходят просто на проект. Ну да, кто-то должен вести занятость, кто-то должен заниматься по стюмам. Поэтому я предпочитаю, спектакль всегда должен уходить, когда он живой, а не когда мертвый. Но когда уже ты понимаешь, что есть возможность как-то его заменить. Все это у Райкина, например. Я знаю, в «Сатириконе» вообще есть «Теория семи спектаклей». Вот у него на большой сцене идёт полноценно семь спектаклей. Больших, кассовых. Как только приходит какой-то спектакль на смену премьеры, он один из этих семерых спектаклей списывает. Глобальная уборка. Да-да-да. Ну это нормально. И надо жалко, конечно, всё это. Но опять же, зачем спектакли-трупы, которые организируют и которые уже не доставляют удовольствия, которые не несут какой-то энергии. Вы известны зрителю как мастер театрального трэша и эпатажа. Я очень боюсь этой фразы. Она меня просто... Я человека, который придумал это словосочетание, я хочу ему в глаза посетить. Это написано на сайте театра «На Подоле», извините. Это я понял. Мы не приукрашиваем. Я понял, да. Вам действительно нравится играть в этом жанре? Нет, я просто пытаюсь всегда быть очень искренним со зрителем. Я считаю, что в театре возможно всё. Для того, чтобы зрителя как-то потрясти и какие-то эмоции вытащить. Иногда приходится это разными средствами делать. Это не обязательно. Ага, Галенко — это мат, кровь, боль. А это, кстати, не режиссёрская ваша фишка? Ну, нет. Я просто один из первых, кто сказал, ну а что мешает, допустим... Действительно, а что такого? Да, в этом ничего. Вы же смотрите фильмы Тарантино. Они вам нравятся. Вам нравится симулякр насилия, такой весёлый аттракцион. Почему бы нет? Главное, чтобы не дома, а так вы свой адреналин получаете при этом. Та же самая история в Катсюне. А вот можно, оказывается, это не только на экране сделать, а вдруг это увидеть в театре. Это же очень интересно. Главное, чтобы не дома. Опять же, об этом жинка сядь, всё это. И это... Ну, это такие эмоциональные аттракционы. Они просто у нас более расширенные. Ну, государственные театры не могут пропустить ни по цензуре, ни по количеству... Ну, смотрю, сейчас, например, вот «Золотые ворота», «Левый берег» недостаточно откровенный. Там молодые режиссёры и постановки такие лихие. Ну, вот, например, тот же Мартин Макдонах. Там приходят прилизанные абсолютно, переводы. Это абсолютный срез. Деревенская, там, жизнь, или жизнь каких-то маргиналов. Всё это, естественно, это не поэтический музей. Ну, поэтому оно честно, правдиво, и поэтому ты понимаешь, что, ну, да, это персонаж, а не какая-то абстракция. В «Золотых воротах» идёт королева красоты. Это история 40-летней женщины, которая живёт со своей матерью и которые ведут ежедневную бытовую войну. Мать делает всё, чтобы дочь не вышла замуж. Она это раскрывает. Как вы думаете, как они будут разговаривать друг с дружкой? Ну, поэтому это естественно. Сейчас вышла рендира в театре на Левом берегу. Там тоже, ну, достаточно жёсткая история. Это огромная работа, кстати, реальная. Вот этим спектаклем просто горжусь, потому что она на нескольких уровнях и на литературном. Это то, что Лена Лягушонкова сделала. Это история Маркеса, причём она такая символическая. Просто всегда надо подкладывать своё. Тогда зритель понимает, о чём ты говоришь. И вот мы для себя выяснили, что история Латинской Америки и Соединённых Штатах это отчасти как история вот постсоветских государств, там, Украины и России. Это целый пласт. О каких-то наших травмах, ещё о чём-то, о том, о чём интересно говорить. И Лена это сделала блестяще. Эта пьеса рождалась именно в процессе репетиции. Для меня это очень ценно и интересно, она, поэтому, такая живая. Ну, и команда там лихая достаточно. Кроме того, что молодая актёрская, ну, и все цеха очень профессиональные. Поэтому это даёт результат, когда ты не отвлекаешься на какие-то вещи, которые не должны тебя отвлекать, а ты можешь два месяца сосредоточиться на творчестве. Вот там результатами я очень доволен. Посмотрим, сколько это спектакль будет жить. Он очень драйвовый, но немножко такой сложный для зрителя. Там идёт... Это что-то очень полезное, но что-то невкусное. И вот его надо... Что-то очень полезное, но невкусное. Ну, как обычно, да. Но это надо покрыть слоем глазури, для того, чтобы это пропихнуть в зрителя. И, конечно, под музыку, визуалку и с хорошими работами это войдёт быстрее. Почему вы выбрали профессию театрального режиссёра? Опять же, не дай бог никаких ассоциаций, у меня нет. У Эфроса я помню. И вот когда-то, когда спрашивали, он говорит, ну, понимаете, я побыл немножко актёром, а потом я понял, что актёр я маленький, плохенький. Из-за этого? Вот, поэтому, да. Я даже чуть-чуть побыл в актёрской школе, и потом понял, что для моей индивидуальности режиссёрские возможности гораздо шире, и те миры, в которых мне интереснее ковыряться, они гораздо больше и обширнее, и мне это гораздо интереснее. И хочется исполнить тот список, который писался ещё... Да, он ещё, да там ещё дофига всего осталось. Пополняется? Да, я пополняю, конечно же, но я пополняю в основном современным материалом. Уже много из того списка сделано? Я в этом году пару сделал вещей. Вот, например, я когда прочитал всё о Маркеса, и я подумал, что, ну, конечно, сто лет одиночества это просто какое-то безумие, но как это в театре сделать? Ну, хотя сейчас сделала Оксана Дмитриева с той же Лягушонковой. Версию по Маркесу говорят, что в Харькове, в Кукольном театре, говорят, что это феерическая история. История с Ренгирой была локальная, и я понял, что вот она прекрасна будет для театра. И вот она лежала точно так же. Львовский театр захотел трёхрашовую оперу и смог себе позволить. И там в театре Занековецкое появилась первый вариант, официальный вариант трёхрашовой оперы Брехта. Они купили права, они договорились с посольством. Я не знаю, что там за вид делала, как она стояла на голове, но они это сделали. И мы по «Чесноку» сыграли трёхрашовую оперу, музыка Вайля, которая тоже стоит какие-то сумасшедшие денег. А она работает только в связке. То есть сам по себе литература и материал. Ну, прекрасный, но он не имеет такой ценности, как он идёт в симбиозе с этой музыкой. Потому что музыка это что-то невероятное. И сейчас, спустя столько лет. Да, там сидит оркестр, да, они поют Курта Вайля. И это большое счастье. Ну, «Золотой теленок» я не скажу. Я просто прохожусь по премьерам года. Что я всю жизнь мечтал. Я такой невероятный любитель бендера. Но вот я попал в Одессу. Мне надо искать с одесским зрителем общий язык. Мне надо взять материал, который бы он... А это большая проблема всё-таки украинский театр в русскоязычном городе. Они не туда не привыкли ходить. Мы сейчас делаем всё возможное. Их заманиваем любимым зрелищем. Потихонечку, хотя бы по чуть-чуть это получается. Я вот думал, ну, чем же вас уже заманить? Что бы вам такое сделать, чтобы вы не могли не удержаться и чтобы вы всё-таки пришли? Ну, пока вроде аншлаги. Это, опять же, какие-то мои любимые темы. Всё-таки, я считаю, большинство украинских проблем. Это постсовковость и разрывание с этой империей. И мне поэтому очень интересно всё, что связано с тем, как совок заходит в голову, уходит, какие он создаёт проблемы, генерирует через поколения. Как это выдавить, как от этого избавиться. Это на самом деле весёлое и лихое издевательство над советским строем. Это писал в 1928-1930 год. Это приход и чего-то ужасного. Там дальше будут и лагеря, и голодоморы, и всё это. Это человек на стыке, который он понимает, что живому человеку в этом пространстве места нет. И уже эту систему так весело не обманешь. И миллион, который ты, как бы ты ни заработал, эта система на такой степени ни жизни не способна, что его даже невозможно потратить. То есть бессмысленно всё абсолютно. Что для вас самое сложное в вашей профессии? Для меня самое сложное это первый репетиционный день. Я не умею сидеть за столом. За короткое время приходится делать. Я не знаю, чем развлекать актёров. Я прихожу, новая труппа с недоверием, ещё что-то. Мне надо проскочить этот день, быстро отторобанить текст. И наконец сразу на следующий день всех вывести на сцену и начать уже что-то делать. Мне этот день надо проскочить. Первый. Я всегда делаю какие-то читки очень такие быстро, абстрактные, всё-всё-всё. А теперь пошли работать. И вот это такое, ты входишь в какое-то незнакомое пространство. Это всегда для меня бессмысленно и страшновато. Я могу по ходу что-то раскрывать, а вот так, чтобы вот так рассесться, как сейчас перед вами в таком большом красивом кресле и рассказать малято. Посмотрите, вот какой прекрасный мир. Ну вот это я не умею. Поэтому для меня это проблемно. То есть для вас всё время стресс, когда вы приходите в новую труппу или какое-то незнакомое общество? Я могу сказать, каждая репетиция это стресс определенный. Ты каждый день должен быть готов. То есть это очень большая роскошь прийти как белый лист и сказать, ну вот я ничего не знаю, давайте поговорим немножко, а потом начнем творить что-то типа поиграйтесь, ребята, а я что-то из этого слеплю. Уже надо приходить с чем-то. Тебе это могут доверять, не доверять, еще что-то. Поэтому это очень стрессовая работа. А финальные этапы, когда это все это надо соединять. Для меня потом, конечно, я очень радуюсь, когда вся эта энергия собирается и когда она дает зрителю адреналин и все это. И я до сих пор не понимаю иногда как это собралось. Вот то, что сама ДМ произошло, ну мы фактически, опять же, зал занят все время, мы его репетировали фактически на стульях. А вдруг тоже мы на стульях собрали, а вдруг оно не соберется, ну то есть останется абстрактным, мертвым. Это все какие-то стрессовые истории. Часто срываетесь? Нет, я не часто срываюсь, я на других энергиях работаю немножко, это всегда должно быть. На каких-то положительных эмоциях все-таки оно должно радость всем доставлять, пытаюсь всех объединить и чтобы эта игра как-то была всем интересна. Поскольку я не трогаю, не дергаю до поры до времени, и когда спектакль собирается, когда приходят, почесываясь какие-то цеха, которые должны этот спектакль вести, иногда приходится включать такие морально-волевые и устраивать такую контролируемую истерику, но обязательно контролируемую. Только в этом случае она полезна. Для того, чтобы все как-то собралось и люди забегали немножко. но я потом очень сильно отхожу от этого физически, потому что, опять же, я не работаю на таких энергиях. Иногда бывает. Но вообще я достаточно адекватный, добродушный товарищ. Что из последнего на театральной сцене вы увидели и сказали, очень жалко, что это не мое? Ну, из последнего, то, что я увидел и то, что меня порадовало, Ивана Франковски, Жюль Адри поставил шикарную историю, это Гоголь Кабаре. Она там, к сожалению, крайне редко идет, мне повезло, я тогда приехал, глянул, и это очень интересно именно то, что Жюль иностранец, и он посмотрел вот так со стороны и собрал, сделал такой попури по всем рассказам Гоголя и под каким-то другим углом. Он сделал это музыкально, драйвово, вкусно, и этих актеров знал, я их увидел в других обличьях, и оно как-то вот запахло таким хорошим европейским театром, и я так подобрую, позавидую. У меня теперь есть хороший способ с этим бороться, просто Жюля пригласили в Одессу на следующую постановку. Класс. И он у нас будет ставить Дон Жуан, так что Мольера. А когда премьера? Ну, мы надеемся, что осенью. Если мне что-то нравится, я просто этих людей пытаюсь пригласить. Теперь есть театр, слава богу. Он же, мне кажется, нужен для этого, чтобы приходили хорошие люди и ставили хорошие спектакли. Для чего иначе? И деньги же на нем зарабатывать. Вы бы были прекрасным художественным руководителем. Ну, у меня есть художественный руководитель, директор Юлия Пиловарова. Я думаю, что она на своем месте. Я когда про эти все финансовые вещи слышу, трудно думать про то, как крыша прохудилась и где на это достать 20 миллионов и тут же делать спектакли. Поэтому меня устраивает какая-то творческая составляющая, которую я веду и которую мне доверили в этом театре. Так что у нас все на своих местах. Я надеюсь. Расскажите, пожалуйста, про Дикий театр, как он зародился и как вы нашли Ярославу Кравченко. Подфортило немножко и нам, и Ярославу Кравченко. Очень тяжело, конечно, пробивался. Честно, я закончил в 2006 году и в 2014 мы поставили ВИП. И вот все это время фактически не было какой-то регулярной работы в театре. То есть я там и телевидением пробавлялся, еще какая-то как-то надо было семью кормить. В гостеатр вообще не пускали. То есть ты заканчиваешь ты со своим дипломом и своими убогими способностями вообще никому не нужен, потому что ребята, которые пришли в конце 80-х, 90-х годов еще могли ставить спектакли. И они там и остались. И они там и остались. И вообще кто ты, зачем, мы сами все можем. Само собой даже не подразумевалось, что молодой режиссер ему кто-то доверит ставить спектакль. Просто выходишь на улицу никуда и вообще никому не интересно. Ну если тебя повезет где-то в провинции поставишь что-то и все. А потом руководство театра сделает вид, что тебя нет и спектакля. Катается по фестивалям и он так самозародился в театре. Ну то есть просто волшебной палочкой кто-то. Ты иди на все четыре стороны и ты никому не интересен. Потому что мы еще можем. Это потом, когда уже начали вперед ногами всех выносить, выяснилось, что кому-то хоть надо ставить и уже некому. И мне предложили работу, это почему-то такая долгая прелюдия, педагог и режиссер Игорь Беевелец, который сейчас работает режиссером в театре Заньковецкой. Он очень талантливый парень. У него еще какие-то менеджерские определенные способности были. При Киево-Могилянской академии они снимали помещение, студию театральную для взрослых. Такой контингент абсолютно лихой был. И журналисты, и менеджеры. Это люди, которые хотели стать актерами? Да, да, да. Директор магазина оружия даже сейчас превратился в театрального продюсера. Успешно сейчас балуются с этим. А как работать с такими людьми? Я могу сказать тяжело, поскольку с одной стороны у меня была задача именно поставить профессиональный спектакль с ними всеми. Не просто веселые тренинги как-то, но поскольку я тогда был без работы вообще, я как-то схватился за это предложение, а потом выяснил, что ребята хорошие, способные, талантливые. Профессиональность и так, правда, с ними тяжело, потому что с ними приходится простраивать вот реально каждое движение, каждый сантиметр и каждую секунду их сценического существования. Они не только должны знать, что они делают, они еще для того, чтобы правдиво существовать, они должны знать, как они это делают, вот до какого-то посекундного кивка головы и потом только к ним приходят. много времени на это уходят. Да, и то, чтобы я сделал бы где-то за месяц, тут мы делали девять месяцев. Мы взяли «Ви» Наташи «Ворожбит», тогда пьесу, которую я очень хотел, естественно, ходил по театрам и все делали такой эффект, как будто ты им жабу бросил на стол, такой вообще, так, машут руками, так страшно именно. Я себе могу представить выражение лица. Но же такой в украинском театре эффект домино. Вот пошло у Кума, если хорошо, который там директор театра, ага, все, можно, не страшно брать, а как-то самим искать, дергаться, чесаться, это же что-то делать надо. Пошла прекрасно там пьеса сталкеры, о, все, появилось еще 15 украинских театров, две комедии Куни, которые бродят из театра в театр. Тогда появился спектакль Вий, ну, это реально пахло каким-то чудом, потому что вдруг выяснилось, что это именно то, что надо, и что зрители на это ходят, и что им интересно. Потом у нас появился второй спектакль, Палац Носолоды, и у нас возникла такая проблема, нам надо эти спектакли как-то было продавать. Спектакли есть, но у них зрители должны об этом с кем-то договариваться, но это все равно какая-то проблемная история была. То есть зритель ходил, зритель ходил, зритель хотел, но у нас не было посредника между нами и зрителем. Ну, это одна из главных вещей, и билетной кассы, и еще чем-то, и раскрутка этих спектаклей. Мы своего зрителя исчерпали, вот, а нового мы не могли привлечь, потому что нас не знали. Ярослава Кравченко в это время ходила с фантазием о торжествении государственного театра, ужасалась тому, что делается государственным, и хотела сделать свой театр. И мы вот так получилось, что мы как-то... это обоюдное согласие. Обоюдное. Оно, поэтому, наверное, и работает пока, потому что это был обоюдный интерес. Ярославе нужен был продукт, который она могла бы без стыда, скажем так, продавать, и который бы интересен новому зрителю. А у нас такой продукт был, но у нас не было человека, который мог бы этот продукт толкать. Наши интересы сошлись, и мы до сих пор взаимоинтересны друг другу, поэтому, наверное, это один из секретов какого-то успешного существования Дикого. То есть Ярослава пришла к вам и сказала, давай. Я сказал, я ищу продюсера, она говорит, а я ищу театр. Все, а потом не успел я очухаться, я смотрю уже что-то появилось, дикие театры, что это такое, ну все, надо театр, она организовала уже под эти спектакли. И она начала привлекать новых актеров. Ну, как новых актеров, я же вошел туда уже с какими-то людьми. Она придумала систему кастингов, и она работает, то есть кастинги в основном в Диком театре открытые. Мы решаем, что какой-то проект надо запустить. Находится режиссер, команда, все это. И потом надо утвердить актерский состав, и это делается совершенно открыто. В этом есть какой-то, ну даже какой-то элемент зрелища, все это. Есть, конечно, наши какие-то любимые актеры, которые знают, что выживут, будут интересны, все это. Иногда приходят люди со стороны, которых вообще мы не существовали. А как приходят медийные актеры, они тоже приходят на кастинг и проходят кастинг? Иногда да. То есть на Катюню было, я помню, такое. Все как бы на равных. Все на равных, но понятно, что кого-то мы очень любим, и иногда вот я говорю, нет, вот это я знаю, что этот актер должен сыграть. Вот давайте кастинг мы не будем на, допустим, на это место, потому что это может, ну вот есть такой уникальный актер Саша Ярема. Где вы найдете второго Ярема в Украине? Ну его нет, видите, он везде прекрасен. Его мариновали весело в Тюзе сколько лет, слава богу, он нашел какие-то отдушины в наших спектаклях. А выяснилось, что это для всех как-то внезапно, что это актер мирового потенциала, он сейчас основной актер в Театре Франка. На него ставятся последние спектакли Богомазов. Я не буду, извините, кастинг объявлять на роль, которую я знаю, что ее должен играть Ярема. У меня есть Ярема. Вот зачем это все? Я просто приду и скажу, Саша, это прекрасно все. Ну а второй состав же нужно. Например, в Кайдасуне мы не знаем, кем заменить Сашу. Вот. В Кайдашах мы еще как-то смогли это сделать. там двойной. А вот, например, Кайдсюню без Яремы. Там правда, это именно место Яремы. Это невозможно представить, да. Бывает и такое, да. Ну и в Зойкиной квартире я тоже соглашусь с тем, что Ярема там на своем месте. Ну он везде на своем месте. Да, у него свое особое прекрасное место. дубли по Яреме нет. По какому принципу вы выбираете актер? Есть один основной принцип. Я хочу, чтобы во-первых, чтобы они хотели работать, потому что все-таки заставлять. Ну вот смотрите, человек в государственном театре работает. У него еще кроме государственного театра, где он числится, получает зарплату, еще там два места работы есть, где он добивает, чтобы это были какие-то преступники. Добивает в кино или в театре? Ну где-то в кино, где-то это. А в театре он числится, выходит раз в сезон где-то, а остальное все время он симулирует свое существование в театре. Он ходит под стеночкой, чтобы его не тронули, не дернули, не заставили. У него нет интереса работать. Этот человек приходит ко мне и я вижу, что это ему не надо вообще просто. Что это не... Ну я не знаю, что в таком случае делать. Как мне... мотивировать я его никак не должен. В каких-то случаях приходится избавляться, а может человек и загорается. Я очень люблю вот как ни странно сериальных актеров, потому что у них очень развитые аппараты, то есть у них хорошая память. Ну под вас спецсцены не умеют работать. Да, он может импровизировать. Я очень люблю, когда актеры предлагают. Я никогда... Со творчеством. Да, наверное, главный принцип это со творчеством. То есть чтобы я не сам тащил спектакль на себе, потому что если это делаешь все-таки вместе с актерами и они что-то предлагают, если же он что-то предложит и оно будет адекватно, и я обязательно всегда это беру в спектакль, потому что это актер сам думал об этом, он принес это, это плоть от плоти его. Ну сейчас же контрактная система для актеров в государственных театрах. В принципе, можно попрощаться в любой момент. Ну в этом есть по крайней мере наверное минусы, для актеров и плюсы для директоров и главрежей. Контракты по идее должны заставлять как-то тех, с кем они заключаются, как-то чесаться, понимаете, и что-то делать. И то, что, например, в Германии контрактная система адекватная, это огромный плюс для репертуарного театра. Нам это учитывается постоянно, понимаете, и это не только для актеров. Это у нас она почему-то превратилась в очень странную какую-то мульку с худруками и уже нашли, как обходить за счет гаошек эти все истории и как все-таки входить в театр не по каким-то творческим критериям, а все-таки благодаря договорникам. Допустим, в европейских странах в идеале учитывается все. Допустим, ты главный режиссер или худрук театра, ты заключаешь контракт на три года. Когда время проходит, учитывается, как ходит зритель, на какие фестивали, какие статьи вышли о театре, какая посещаемость, еще какие-то факторы, что там по современной драматургии у вас. Есть какие-то рейтинги, все это. И ты по-любому в этом театре не остаешься. Ты идешь или на повышение, ты берешь другой театр и так кровь не застаивается. Ты там был в Дортмунде и потом перешел в Мюнхен. Какой-то театр побольше. Но это вообще бы было классно, если бы вообще труп не было, а актеры работали в разных визитах. Да, вот это модель Дикого театра. Вот модель Дикого театра, актеры работают во многих театрах или снимаются просто, и они приходят чисто на проект. Но это такое, это же надо все время работать, все это, получать адекватные деньги еще за это. И это для нашей системы по-советски это мучительно. У нас все-таки государство достаточно бедное и уровень, и поэтому дергать актеров из города в город постоянно, чтобы они переезжали каждый год, заключая контракт, это тяжело. Поэтому приходится в рамках этой системы искать какие-то лазейки, пополнять труппу. Я сейчас с этим столкнулся. в Одессе, когда нам надо пополнять труппу, и там, конечно, масса каких-то есть минусов, но при желании все можно добиться. И сейчас мы вот за год фактически в Одессе сбили очень хорошую труппу, то есть там около 17 человек зашло в театр, и я привел и еще одного режиссера, это Наташа Сиваненко, она поставила много, уже третий спектакль ставит за год все это и какую-то функцию взяла на себя. Я не один это тяну, и главного художника нового, это Юлия Зауличная, которая в Киеве не могла пробиться именно как главный художник, потому что ограниченное количество театров, она давно созрела, например, для этого. Она достаточно масштабная структурно мыслит все это, и вот сейчас она зашла как главный художник в Одессу, я очень рад. Скажем так, у меня есть на кого опереться, это очень хорошие специалисты, и большое количество актеров, кто-то переехал масштабно, кто-то пока между Киевом и Одессой, мне ни за кого из них не стыдно, то есть они все на своем месте, они с качками развивались, то есть были очень хорошие спектакли, например, я считаю, что там Стас Жирков поставил свой лучший спектакль в Одессе, вот на сегодняшний момент, она его любила, мы его очень ценим, и держим в репертуаре, и будем держать до последнего, а что-то было, допустим, достаточно случайно, они могут быть менее, более продаваемые, но у нас на каждом спектакле, благодаря этому, сейчас просто можно ставить знак качества, что-то мне больше, что-то меньше устраивает, но это спектакли хорошего уровня, опять же, мне ни за один из них не стыдно, я понимаю, для чего я зашел в государственный театр, ну, мне это интересно играться в этом. Рили, есть ли черный список актеров, с которыми вы не будете работать? Нет, черного списка такого нет, есть просто несколько актеров, которые в каких-то стрессовых ситуациях меня подвели, мне физически тяжело с ними работать, например, был такой случай, когда он очень тяжелый, очень страшный, проблемный был спектакль «Афродизиак», я вообще не понимаю, как мы его собрали, он в цирке был, это по парфюмеру, это на частные деньги было все это, и аренда цирка и какие-то сумасшедшие деньги, нечеловеческие, и вот мы собираем первый прогон, и он вообще не идет, он не собирается, там 50 человек, там человек оттуда, там человек оттуда, понятно, что это все задерживается, все у нас там на сутки взят, это цирк, я не знаю, и понятно, что надо дойти до конца, и вдруг один из актеров, которого мы взяли из национального театра, разворачивается на сцене, вот делает вот так, и уходит, ну я понимаю, что так, он прав, но есть какие-то такие вещи, которые тяжело, и мы не можем дальше продолжать прогон, потому что он в данный день был один на составе, и все, эти 50 человек, аренды, и все это, все это останавливается, и грустно закругляется. Так бы они в кино говорили? Ну вот, да, то есть, почему-то они себе не позволяют такое в кино говорить? На самом деле, это правильно, отчасти, я очень ценю время актерское, именно все это, но есть какие-то моменты, которые, ну конечно, есть токсичные актеры, вот иногда они бывают, есть, да, кто-то может это преодолеть, я понимаю, что актер хороший, прекрасный, но вот мне тяжело просто физически, то есть, я пытаюсь какую-то игровую историю превратить, а человеку нужно для того, чтобы что-то создать там, сжечь вокруг все, и вот на этой боли, ненависти и все этом, чтобы цветок там, роли этого актера вырос на этом гумусе, то есть, все остальное должно в перегной превратиться, и тогда оно вырастет. Ну, я так не могу просто все, мне тяжело, я просто отказываюсь. Нет таких людей, которым бы там я плюнул в спину и все это, нет, ну просто мы не работаем. Одного раза, да, чтобы... Ну, у меня просто такая специфика, я очень долго терплю, хожу, улыбаюсь, пытаюсь найти какой-то общий язык, а потом мне очень тяжело вылезет. Очень не люблю непрофессиональных людей, мне очень тяжело. Театр вообще фриковое место, там люди с повышенной эмоциональной, какой-то... И не только актеры. Не только актеры, но надо аккуратно быть, чтобы это не пролетело сборища городских, сумасшедших просто. И когда слишком таких, много таких нервных, иронимых, это прикрытие для собственного непрофессионализма. Потому что фигня вокруг, потому что вот, я эмоциональна. Нет, ты просто не знаешь, как это сделать и прикрываешь чем-то. Люди, которые профессионалы, они чаще всего ведут себя достаточно спокойно, они знают, что они на своем месте, как это делать адекватно. Почему в интервью «Правда Львова» вы сказали, что кино — это ужасный мир? Если мир театра и все его ужасы и бездны в рамках разумного, я знаю, я знаю, как маневрировать в этом мире, чтобы тебе не переехали окончательно, вот, и как не дать себя закопать и как все-таки остаться целым и заниматься каким-то творчеством, то вот мир телевидения для меня просто достаточно стрессовый. Я там какое-то долгое время там и вторым режиссером работал, у меня было, опять же, семью содержать. Ну, опять же, там был опыт с Марком Наталкой, когда мы подобрали идеально актеров, начали с каналом какие-то непонятки. Один из вопросов, который чаще всего спрашивают, хотели бы снять собственное кино? Ну, да, конечно, это очень интересно все. Но вот как в это заходить? Как сделать так, чтобы тебя никто не обскакал, там, какой-то очередной режиссер из Москвы, вот, который бочком как-то зашел через границу или еще что-то, я не знаю. Три главных вопроса, которые должен себе задать будущий режиссер? Ну, не знаю, наверное, зачем мне это, выдержишь ли ты это, стоит ли вообще тебе этим заниматься или ты опять будешь, как все остальные, плодить симулякры, чувствуешь ли ты в себе живое? Не симулякры, ли ты сам вообще? То есть, не обманывай. Я каждый раз очень пугаюсь, мне все равно, что бы я ни делал, мне все время кажется, что и людей обманывают. Я не знаю ответов на этот вопрос, я не имею права, чего-то не знать? Я не имею права это ставить, я не знаю глобально там что-то, вот я беру там, допустим, триграшевую оперу, это какая-то невероятная дробитургия идеальная, а я вот не знаю, что, как, почему, вот все это. И вы начинаете винить себя? Не, я не виню, что чего-то? Не, я не виню, я просто начинаю панически делать что-то, что мне кажется, что будет интересно и тогда все вопросы отпадают сами собой. То есть надо чем-то себя занять, чтобы откинуть Надо себя занять, чтобы откинуть страх. У меня любимый присказ глаза боятся, руки делают. Оно так с каждым спектаклем, ну что думаете, не страшно приходить в огромный там национальный театр и там сидит вся труппа, там допустим. И брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность за то, что ты приходишь говорить, я вам сделаю что-то хорошее и то, что вы ничего до сих пор не делали. Ты же тратишь их время, ты же тратишь какие-то деньги, ты же тратишь жизни человеческие, тратишь время и деньги зрителя. Это преступление, если ты делаешь какие-то симулякры, которые не нужны никому и даже тебе. Так нечестно. у вас есть два спектакля, там где женщины играют главную роль. Это Эрендира и Зойкина квартира. Мне кажется, что их больше. Сейчас около 50, я думаю, что там не два. Ну хорошо, вопрос про женщин. Какое место в вашей жизни занимают женщины? Фух, я их пытаюсь понять. с каждым спектаклем. Когда делаешь жинку сядь про насилие над женщинами, мужчин, у тебя есть, например, противоположный опыт. Тебе же надо тоже пройти и скажем так, и все твое естество говорит о том, что... Противоположный опыт, когда женщина измывается над мужчиной? да, и вот я это знаю, допустим. И ты совершаешь какое-то над собой насилие, потому что ты понимаешь, что это есть в мире, ты это видишь, все это, но у тебя такого опыта нет. Драматург, допустим, описывает свою историю. У нее, допустим, история развода какого-то токсичного, и она, естественно, представьте, как жертва описывает собственное насилие. тебе надо про них ставить, и у тебя на сцене должен быть живой человек, а не просто то, что воспоминания драматурга о совершенном насилии, и черной краской, мне надо понять, почему этот персонаж стал таким, что изначально пошло не так, почему это все разрушилось. Мне надо, чтобы это не просто как фенемистический улыбок получился именно страшный, а мне надо, чтобы это было страшно, чтобы это воздействовало, это должны быть живые люди. Это определенный процесс. То есть все это, как мне надо деструктуризации, насколько пьесой заниматься, все это для того, чтобы вытащить из нее живое. Мне очень надо было понять, как эта семья я пришла к такому аду, то есть к аду, который, допустим, я в жизни не видел или не пытался замечать. Никто виноват, где черная, где белая краска, а как люди к этому приходят совместно, кто-то позволяет, кто-то чувствует себя всесильным, чтобы эта история была какая-то адекватная и честная. Какими мыслями должен уйти зритель из театра, после вашего спектакля? Для меня главное, что зритель должен уйти с мыслями. Я всегда об этом говорю. Хоть какими-то, а не просто выйти, у него это все выветрится. И не было спектакля, он просто в веселом настроении подпрыгивает, пошел и конечко бахнул. И для меня одна из дилемм, это как мне надо зрителя и нагрузить обязательно, и как это все в хорошую обертку, чтобы эта конфетка в него хорошо зашла. А потом, чтобы он эмоционально подключился, а потом, чтобы он начал думать. Я пытаюсь все спектакли так как-то. Сейчас задам глупый, наверное, вопрос. Зачем человеку нужен театр? Допустим, учитель в школе, зачем ему нужен театр? Мужчина, женщина? Это все-таки какая-то адреналиновая история энергетическая. Все-таки театр это адреналиновая? Я думаю, нет, в театр приходят за энергией. И для меня театры это такие как теплоцентрали, которые дают эмоции зрителю, когда он может подключиться к этому. Энергия это главное. То есть уже как это жанр будет, еще как-то все это. Он приходит за ту энергию, которую зрители, которую не может получить в каких-то, скажем так, домашних условиях. Для спектакля главное и для театра генерирует он эту энергию или нет? Может он наполнить зрителя или нет? Мы пытаемся наполнять. Поэтому иногда спектакли Дикого настолько брутальные и сумасшедшие, потому что туда вкладывается какая-то энергия, которая бы людям все-таки позволила бы снести крышу. То есть такой какой-то определенный и адреналин и подумать. А зачем вы театру? Вот это очень глобально. Я не знаю. Ну я просто езжу и делаю хорошие спектакли. Я очень верю, что они нехорошие и они дают зрителю подзарядиться, скажем так, энергетически и немножечко подумать. Ну просто адреналин нет, это скорее в цирк. Почему в цирк? Ну ты боишься за этих людей. По-моему лучше сходить на китюню, на перестрелки, на кровь. Вот там адреналин. Опять же это определенный тип энергии. Я очень люблю например и открываю себя и с огромным удовольствием последнее время над классикой работаю, потому что это какая-то такая энергия заключенная в эту литературу и ты ее открываешь. Там допустим ты берешь часто современный материал и это только на тебе, а там тебе еще кто-то непонятно кто автор Бог или кто-то подставляет плечо и ты на него можешь упереться но поэтому энергия идет мощнее и гораздо интереснее. В Амадаусе там такая именно тема посвященная Богу прям была очень ярко выражена. Все ближе к финалу начинаешь заинтересовываться как это все работает и почему все такое ну да естественно я очень часто это но я не тот человек который ходит в церковь оно же все время у меня в спектаклях вылазит значит оно верит по крайней мере я делаю вид что я в диалоге но пока я хоть сам добрался типа как Сальери вот в этом спектакле пытался достучаться и договориться опыт стиль работы каких театральных режиссеров существенно повлиял на ваше творчество у меня к сожалению не было такого опыта просмотра большого количества европейских театров понятно это огромное счастье там когда я работал в Германии что была возможность того же Уилсона посмотреть Устермайера хотя бы отдельные спектакли но это уже достаточно поздно было а так конечно я воспитывался на какой-то постсоветской школе я очень например когда-то любил Бутусова вот по крайней мере первый спектакль сейчас мне очень тяжело на это смотреть но это тоже кстати вот просто попытка генерировать какую-то энергию из всего чего угодно вот когда понятно как и все нормальные там театралы мне на каком-то этапе очень было интересно не крошис но это тоже не тот путь по которому ты идешь единственное что я для себя понял что мне например легче разговаривать с зрителем в каком-то языке короче к трагедии мне легче переходить через какую-то иронию я очень люблю метафорический театр все это но я допустим не нахожусь то есть для меня театр это не ребус какой-то когда я постоянно нахожусь в поиске метафор там все это да это прекрасно когда ты переходишь к метафоре то есть вы простым языком не не простым языком не простым нет я просто запаковываю часто в иронию то что страшно видеть вот таким открытым взглядом вот и какие-то такие вещи о которых страшно говорить и не знаешь как говорить когда ты это видишь да конечно я очень люблю метафоры но опять же это я не нахожу а как бы сделать спектакль посложнее к чему бы мне выйти для того чтобы зритель ничего не понял но интуитивно почувствовал что что-то не то такая задача со звездочкой да так же так же чаще вы ставите вопросы к зрителям или подталкиваете их на ответ ну не знаю ответов-то нету каких-то откровенных я могу только эмоционально воздействовать поэтому скорее всего вопросы почему сейчас ряд спектаклей получился которые затрагивают проблемы идентификации Украины и такие они вот такие постсоветские как мы вылазим из этой телогрейки наконец я же не знаю как нам из этого вылезти и вылезем ли вот там рендира в этой сталинской шинели в финале и никак бабушка умерла а девочка осталась а шинель не сдирается ну то же самое со страной а ответить как эту содрать шинель я не знаю может через кров может как-то еще ну мне нет ответов а современный украинский театр политизирован ну я наверное нахожусь в центре политизированного театра поэтому и дико это специфика дикого поэтому мне кажется что да но мы же пытаемся всячески якобы делать вечное и прекрасное там же тот же те же прекрасные цветы есть в Харькове которые очень делают крутые социальные спектакли тот же дикий там левый золотый вот да там много это историй во Львове сейчас начали появляться а все остальное это же нет друзья это чистое развлечение и немножечко вот а тут мы поставили 8 комедий куни а теперь мы все-таки сделаем там горе от ума наше наше общество с вами с вами кроме независимый независимый я пытаюсь его делать хорошим но я сейчас с вами разговариваю на русском языке то есть я не смог перестроиться за 40 с чем-то лет и тот багаж литература и какая-то постсоветская действительность но тем не менее я пытаюсь строить украинский театр в Одессе и делаю все для того чтобы это был центр украинской культуры я также соткан из каких-то противоречий как история этой страны ну вот поэтому я не знаю но для вас нету никаких преград говорить на украинском просто не так это будет искрометно красиво я перед вами за два часа до этого дал интервью на украинском но поскольку опять же я из Николаева 78 года рождения все это со школой с половиной школьников у которых не было украинского языка по-моему половина от литературы от хиляла там и от экзаменов вот то естественно что язык на котором я думаю другой у вас сегодня день интервью да а модель прошел они попытаются я вчерашний день отключился сказал что я не могу мне надо было отоспаться а сегодня а завтра утром я уезжаю в Одессу поэтому так получилось что на этот день все выпало вы допускаете мат в ваших спектаклях что особенного в этих словах я просто очень спокойно к этому отношусь это как тоже своеобразный аттракцион если я ставлю извините какую-то историю там о войне или опять же вот или того же Макдонаха я просто пытаюсь со зрителем быть честным я поэтому разговариваю на том языке в том числе и материн на котором разговаривают эти персонажи если надо будет для меня не проблема чтобы персонажи пьесы там разговаривали стихами я не зациклен на десакрализации театра уничтожения и приноси ненорматива во все живое но есть случаи когда я считаю что это необходимо допустимо я просто не вижу в этом ничего страшного какие-то шоры наши какие общественные которые я вот в жизни пытаюсь максимально не материться вот все а на сцене это возможно мне кажется это же аттракцион ну это отражение общества да это отражение общества да это правда ну а как ты его грызишь как можно о политической ситуации в нашей стране сказать безможно ну не знаю только такими словами эпатируя взрывая стереотипы нарушая границы рамки вы никогда не ловили себя на мысли что сами являетесь марионеткой участником глобальной манипуляции вы поехали в Одессу вас пригласили то есть украинизировать одесситов чтобы они все-таки начали говорить на украинском языке да я считаю что это правильно у меня дети разговаривают на украинском языке я сам в большинстве ситуации повываю я считаю что в украинском городе Одесса зрители должны ходить в украинском театре он должен быть всегда полон я не вижу в этом никакой манипуляции деньги или известность ну денег так и не пришли поэтому осталась только известность такая сомнительная коммерческий успех или всенародное признание вы знаете оно по-моему часто одно с другим идет но давайте коммерческий успех слушайте ну почему бы а почему бы и нет действительно это же честно по крайней мере оппозиция или коалиция оппозиция сцена или площадь я не умею на площади к сожалению поэтому сцена одесса или киев ну сейчас одесса вот и я будучи в киеве я сейчас очень хотел в одессу я первый раз да я понял что это какой-то такой город который он очень комфортный для жизни понимаете к нему прикипаешь совсем другой ритм жизни я так упорно хотел покорить киев и так мне надоело в конце концов и мне сейчас я в себя с ужасом ловлю на том что меня одесский ритм устраивает во всем кроме кроме того что происходит в моем театре вот там мне хочется там мне хочется чтобы был киевский ритм поэтому мы частично киевская команда это все усилили потому что одесский ритм все-таки слишком медитативный но наверное если бы я жил всю жизнь в море я был бы такой же что твоя жизнь уже фактически состоялась у тебя все прекрасно то есть что может быть еще лучше чем жить в море поэтому ты спокоен но дальше уже некуда спешить а часто приходите на море не часто но я его чувствую я живу рядом я могу 10 минут пойти по крайней мере и посмотреть на него море дает какое-то ощущение пространства и спокойствия талант или трудолюбие трудолюбие ваша миссия в театральном пространстве кто-то же должен делать хорошие спектакли скромно что сегодня вам мешает работать мне больше всего мешает безответственность людей с которыми я часто вынужден идти ну типа у нас страна в которой никто не несет ни за что ответственность у нас президент не несет ответственность за страну и когда ты делаешь огромное тело спектакля а есть человек непрофессиональный которому наплевать на то что делает все вместе и он одним движением пальца может уничтожить там весь твой труд и ему за это ничего не будет и вообще просто это и тут же он если в государственном театре он останется ну и что случилось ну что ну там запорол там еще что-то ну это мелко то это меня просто вот как-то меня убивает сделали люди мюзикл вообще кровью просто извиняюсь срали все это кто-то раз что-то подкрутил там или не пришел или еще что-то и вся эта махина пошла и душу в одном театре очень смеемся мы вот с художницей когда-то большой театр и там один из цехов мы никак не все работают а мы от них не можем добиться никакой попытки там хоть как-то включиться в работу и там такой очень большой смешной человек был который работал и когда мы что-то просим его принести вот там то-то 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 он приносит что-то совершенно ненужное вот чтобы от него отстали просто чтобы мы поняли что его не надо мучиться и мы говорим ну как вот так ну что почему и он делал вот такое движение так какой-то странный звук издавал так типа и вот мы очень смеемся теперь вот это такое глобальное вот это я больше всего ненавижу как вы провтыкали страну вам бывает страшно да мне постоянно страшно я перепуганный как не знаю мне только не страшно по крайней мере за спектакли а за все что в жизни это же мое какое-то такое прикрытие и то что оправдывает мое какое-то существование а все остальное я такой же закомплексованный человек как и все это каждый раз приходить в новый театр с новым спектаклем знаете как страшно когда сидит 50 человек вдоль стола и смотрят и ты только начинаешь и ты не знаешь как это страшно за все там страшно за там там за близких страшно за ты не знаешь что будет вот когда перестанешь генерировать продукт все это с чем ты останешься страшно за то что ничего не нажил в жизни страшно там там я живу в Одессе понимаете вдруг война начнется все так конечно я же соткан из страхов противоречен я просто пытаюсь чтобы это не сказывалось на работе и на моей какой-то адекватности панически делать что-то да я что-то пытаюсь делать чего не хватает украинскому театру кроме финансирования мозгов не хватает системы образования которой нет которая была худо-бедно при Советском Союзе там создано с нормальным школам теперь это в принципе уничтожено то есть во что превратился Карпенко-Карова то уже даже никто не обсуждает это мавитон и я не знаю как это можно было сделать такое с ведущим вузом это мое личное потрясение я столько лет хотел именно просто жаждал нездоровое потому что как один из этапов это для меня часть легенды и то чем я столкнулся какой-то это просто моя какая-то травма не хватает а вы преподавали в Карпенко? не я не преподавал я учился а вас приглашали? не меня приглашал единственный человек который меня пригласил это меня когда Липковская организовала в эстрадно-цирковом мне Стас Жирков предложил курс но я отказался потому что я считаю что это грандиозная ответственность это я просто видел как не надо преподавать я видел как надо преподавать и например те люди как Зимний Ирушковский по-моему на эту жизнь положили и сосредоточились только на этом но я сейчас так не могу то есть себе позволить и у меня нет сейчас только такого такой потенции именно на это ну мне интересно другой мир а просто так делать вид что ты ходишь к студентам и обманывать их все это это неправильно ну мне кажется что 24 часа если ты педагог надо быть со своими студентами вот может быть это какая-то иллюзорная история но иначе я не знаю так же как если ты делаешь спектакль ты должен сосредоточиться только на этом то же самое если ты хочешь выпустить 20 чем-то актеров вот ты должен не положить полностью я пока не имею такой возможности и и пока такого желания если честно может быть в старости это было бы и мне очень плохо преподавали если честно я такой немножко интуитивист поэтому то есть я знаю как собираются спектакли но как я это делаю я не понимаю то есть поэтому я не знаю что мне преподавать если честно и конечно система руководства нашими театрами абсолютно враждебна театру вообще и все это ну никто нет заинтересованности в продукте опять же ты не несешь ответственности за то что ты сделал это твое личное дело или ты делаешь качественный продукт твоя совесть чиста но ты можешь за эти же деньги точно так же делать какое-то дерьмо и тебе за это ничего не будет мне кажется что это неправильно ты можешь до конца жизни не будучи там имея право вообще заниматься этой профессией калечить людей сидеть на финансовых потоках с каких-то маленьких убогих сосать из государства это и делать свое вот это бесконечное дерьмо и отпугивать людей от театров возможности моря и нет критериев даже ну это грустная история не надо меня про украинский театр провоцировать что спасет наш мир кроме вакцинации все это я пытаюсь делать вид что его спасет театр но это конечно неправда ну почему же ну по крайней мере энергия как-то заряжать людей я пытаюсь больше я не умею ничего делать кого-то получается заряжать кого-то нет да да это нормально все то есть и поскольку заряд мощный пытаюсь вложить то очень часто бывает что люди закрываются у них идет отрицание какое-то но на плохие спектакли тоже надо ходить да конечно надо ходить но лучше не ходить мне физически плохо когда я прихожу на спектакль и я понимаю что это неинтересно опять же никому ни зрителям которые это смотрят ни актерам или когда когда я вижу как в государственном театре репертуар из 24 куни и и что-то и это все отвратительно и это все грустно и а зритель которым мозг вытащили и квартал вложили хлопает весело в такт и вообще не не может различить где зло где добро и вообще все это и уже подсадили ну для меня это преступление поэтому я пытаюсь как-то беречь себя не ходить на плохие спектакли я знаю что это хоть что-то живое а я все-таки очень подробно отслеживаю весь процесс несмотря ни на что ну просто пытаюсь не травмировать себя я всегда счастлив когда я вижу живого актера когда я вижу живой спектакль когда я вижу какую-то хорошую работу ну это момент и счастья для меня все-таки так мало хорошего в театре этой страны что любой живой спектакль реально событие ну и для меня тоже и этому надо не не затаить что это не завет пространство огромное 150 театров места хватит всем радуйтесь чужим победам они так редки то есть ну я пытаюсь радоваться очень ну если это не там фейково раздутая какая-то история это реально какое-то отношение имеет к чему-то хорошему это огромное счастье но не многие могут порадоваться за других ну слава богу что по крайней мере это ну я теперь как главный режиссер театра должен радоваться и к себе это ну это же здорово если у меня ну наверное это результат какой-то худо-бедной уверенности в своих силах которые сейчас пока я имею вот пока я могу что-то создавать что я могу позволить себе не бояться взять хорошего режиссера в театр пригласить и с радостью смотреть как мои актеры которые я же не феодал и все это и нет как они радуются работой с чужим режиссером а не чтобы меня жаба давила как в большинстве это радость подписывайтесь на канал не публичная личность на этот раз это буду я Максим Галенко я очень честно пытался рассказать все что я думаю о жизни театре в том числе проукраинский театр и я надеюсь что это вам будет интересно проукраинский театр